Ассаламу алейкум! Мир вам! Всем здравствуйте! Всем из детства любим наряжаться, но кто из нас не дефилировал в маминых туфлях, платьях, украшениях? И, возрослев, немного изменилось. Мы также примеряем новые наряды, образы, стили. Сегодня прослеживается тенденция раздеть женщину. Индустрия мода делает все, чтобы ее обнажить. А мы пойдем другим путем, и это вам покажем. Итак, наденьте это немедленно! Восток интересен и загадочен, а всем девушкам хочется быть загадкой. Многие, если не все, хотели бы примерить именно этот образ. Восток так и манит. И сегодня Восток приманил умницу и красавицу Екатерину Гребенникову. Добрый день, Екатерина! Здравствуйте, Алия! Здравствуйте, зрители! Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Долгое время я работала журналистом, маркетологом, сценаристом, организатором мероприятий. Сейчас я работаю риэлтором. Вы столько примерили профессии, буквально человек-оркестр. А примеряли ли вы когда-нибудь образ восточной красавицы? Нет, к сожалению, не приходилось, но я с удовольствием это сделаю. Ну что, приступим? А давайте! Екатерина, сейчас мы подготовимся к макияжу, сделаем небольшую бьюти-процедуру немецким аппаратом. Сайдгард, что перевод означает хранитель времени. Ну, сохраним нашу молодость и красоту, и время, соответственно. Вот, немецкий аппарат, а была ли ты в Германии? Да, пару лет назад я была в Брездене. Потрясающий город. Вот, немцы, они очень педантичные, аккуратные, пунктуальные. А как у них обстоят дела с модой? Ну, что они любят в одежде? На самом деле, немцы, как и все европейцы, абсолютно не загоняются. На улицах не встречаешь таких гламурно одетых красоток, как, например, на проспекте Кирова. Они предпочитают, на самом деле, деловой стиль, спортивный. И очень много предпочитают стиль кэжу. Ну, более такой комфортный, да, стиль? Комфортный, удобный, повседневный. Да, а вот видела ли ты на улице у Дрездена девушек в хиджабе? Да, приходила встречать таких девушек. И могу сказать, что они всегда вызывают большое количество позитивного внимания. Аппарат у нас и помассажирует, и очистит хорошо, подготовит лицо к макияжу. Делаем помассажную линию. Ну, как бы такое 33 удовольствия. Теперь я готова для макияжа? Да, ты готова. Макияж – это тоже искусство, которым должна обладать каждая женщина. Ну, как бы не измениться до неузнаваемости, а именно подчеркнуть достоинство. И иногда замаскировать недостатки. Да, особенно перед своей второй половиной. Это важно. Ну, в таком случае, хотелось бы попробовать и восточный макияж. Сделаем восточный. Итак, макияж готов. Тебе нравится? Очень. Потрясающе все сделаю. Спасибо. Ну, все. Теперь мы выбираем наряду. Каким тебе есть предпочтения по цвету, по ткани? На самом деле нет. В моем гардеробе очень много ярких платьев, подобных, например, вот этому. Очень люблю черные платья. Ну, классика, да. Привычные оттенки. Ну, и, конечно же, все вездесущие джинса тоже присутствуют. Ну, я поняла. Значит, будем пробовать и примерять все и сразу. Здесь все такое клевое. Хочется примерить буквально все. Кстати, это ты брала интервью у Васильева, известного ведущего, стилиста. Да, историка моды и ведущего модного приговора. На самом деле, мы с ним пару лет назад замечательно поговорили о современных тенденциях, куда шагает мода. И как бы он пришел к выводу, что буквально через пару лет на всех позиумах мы видим восточные наряды. И все же, что нас ждет завтра? А завтра будет победа мусульман на всех фронтах. Статистика демографическая, но к моде она будет иметься прямое отношение, потому что это другая эстетика, другая мораль, другие цвета. Ну, здорово. Мне все нравится. Так что я начну с первой. Да, давай. Итак, наш первый образ – классическое черное платье. Должно быть в кардеробе у каждой женщины. Для светского мероприятия, зловой встречи, в театр как вариант. Для Дома культуры, что ли? Туда тоже можно. Мне безумно нравится сочетание черного и золотого. Это классика на все времена. Да, мне кажется, как раз-таки черного золота не хватало бы в парочке вышек. Согласна. Примеряем следующий вариант, вечерний. Давайте. Ты идешь как на вручение премии за лучшую женскую роль. Оскар. На самом деле, я себя чувствую, как настоящая голливудская звезда. Это стильно, торжественно и подойдет даже для какой-нибудь награды. Очень красиво. Спасибо огромное. Во всех ты, душенька, на рядах хороша. Я бы сказала, боярня. Кстати, стандарт красоты и моды Древней Руси. Все женские одежды того времени были подчинены идеалу, зрительно создававшему величественный статный образ. Чем знатнее и родовитее была женщина, тем более закрытые наряды она носила. Екатерина, как тебе преображение? По-моему, великолепное, яркое, необычное и просто потрясающее. Я себя чувствую просто сказочной принцессой. Мы примерили несколько образов. А какой тебе понравился больше? Конечно же, невеста. Я с детства, как и любая другая девчонка, мечтала превратиться в эту кулку восточную красавицу. Катя, очень приятно было с тобой познакомиться, преображать себя. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это подарок от талантливого дизайнера розы. Брошь ручной работы, выполненная из натурального дерева. Конечно же, в форме короны. Сегодня ты наша принцесса. Королевна. Королевна, да. Поэтому в форме короны, здесь без вариантов, конечно же, короны наденьте это немедленно. Вот так меня сегодня венчали на царство. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, Екатерина, за участие. А с вами мы прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум. Спасибо.